Микс Ньюс Утро на Болгоме Итак, продолжается наш двухчасовой спецэфир, посвященный теме 9 мая. Сегодня происходят праздничные мероприятия, традиционно в Пардаугове. Кстати говоря, мы за ними следим. И в нашем эфире, и на нашем новостном портале MixNews.lv все обновления. Вы можете увидеть прямые включения, фотографии, видео с Пардауговой. Сегодня там будет наверняка много людей. И в том числе работают наши корреспонденты. Да, нас самих. И в этой части у нас политическая дискуссия. Пока что, правда, второй гость тут опаздывает. Мы ждем Карлиса Крестлинша, бывшего депутата Сэйма от нас, объединения отставного генерала. Но один гость у нас уже в студии. Это депутат Рижской думы от партии «Честь служить Риге», бывший командующий национальными вооруженными силами Дайнис Турлайс. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да, по теме 9 мая, как мы уже сказали, сегодня широко отмечается День Победы. И вчера этот день начались мероприятия, скажем так, на официальном уровне. И вот эта тема разделения этого праздника, по сути, одного праздника на два дня. Она тоже каждый год встает. Как вам кажется, то, что мы постоянно спорим о 8, 9 мая, насколько это правильно? И как вы относитесь к этим играм с датами? Ну, на самом деле, наверное, это не совсем игры с датами. Это следствие того, что общество все-таки у нас разделено, и мы живем в разных, наверное, информационных, политических пространствах. Часто общество в одном, другая часть в втором. И не все мы воспринимаем, что Латвия, как страна, является страной, участницей Евросоюза. И живет по тому календарю, в какой есть. Ну, и это не самое главное. Самое главное, что если мы вспомним еще Первую мировую войну, бои за создание страны Латвии. Ведь и тогда латыши сражались на стороне красных, и за латыши сражались на стороне белых. И кто правильные? Полвека одни были правильными, вторую половину того из 100-летней истории, когда мы отмечали сейчас 100-летие Первой мировой войны, как бы правда поменялась местами. Но правда не может меняться местами. И во Вторую мировую войну часть сражались на стороне Советского Союза, часть сражались на противоположной стороне Германии. И этот день для всех людей, он не может быть одинаковым. И люди воспринимают его по-разному. Является ли это такой трагическим событием? В моем воспринимании и понимании нет. Каждый человек проходит свою жизнь. Каждый человек, как христианин, я говорю, несет свой крест. И он каждый воспринимает очень лично все прожитое. И разве можно кто-то сказать или запретить? Нет, ты не празднуй, потому что ты неправильно там воевал, ты неправильно воспринимаешь. Ты этот день не отмечай. А вот отмечай тот день, который я теперь отмечаю. Неправильно это будет. Поэтому, особенно когда мы смотрим этот уже назад на достаточно глубокую историю. И те, кто на самом деле сражался на полях боев, сколько же их осталось? Пожелаем им здоровья крепкого и дай Бог им радости от детей, внуков и правнуков. К нам присоединился в студию. Здравствуйте, Карлис Крестлинч. Мы вас ждали. Бывший депутат Саймонтанц-Объединение. Основной генерал, здравствуйте. Дадим отдышаться нашему гостю. Военному, каравирам надо двигаться быстрее. Но я не ожидал, что такое будет движение с Астрой Гуми. На улицу Ри это бриви, бас, выехать с маленькой улочки. Невозможно. А потом я бегом уже бежал на трамвай, потом сюда тоже. Спасибо, да, что вы здесь. Господин Крестлинч, мы начали, буквально 5 минут до вашего прихода, начали говорить про две даты. 8 и 9 мая у нас принято на государственном уровне 8. 9 мая на вот уже таком уровне более локальном. В пардауге все происходит. Господин Турлес свое мнение высказал и отметил, что у нас общество разделено. И просто фактически одни празднования хотят 8 и 9. Я сразу просто тогда обоим задам вопрос, ну и господин Турлесу в ответ на то, что вы сказали. Вот не кажется вам, что причины и следствия немножко меняются местами? Ведь в руках политиков многое от них зависит. Потому что вот сегодня Сэйм рассматривает, как вы знаете, тему гражданства для детей-неграждан. Вот на 9 мая это выпало. И если там депутаты проголосуют за, то вот этот момент, который раскалывает общество, фактически, я думаю, это бесспорный момент, он будет ликвидирован. Здесь разве это не воля, в том числе тоже политиков. Ну понятно, что это все от общества идет. Но нет ли такого запроса? Я, по-моему, уже в этой студии не раз уже говорил, и мое глубокое убеждение, и я как политик это всегда стараюсь реализовать в жизни. Политик и человек, который идет в политику, у него только одна задача. Объединить общество, соединять людей, не разделять, а любить людей. Любить, уважать и делать все, чтобы общество было единым. Предлагать идеи, объединяющие людей. К сожалению, у нас это, ну как бы не прижилось еще, и много ведь политиков, которые базируются как раз на противоположном процессе. Разделяй, дели, берись, создавай свои группы, чтобы их хватило, чтобы попасть в сейн, попасть к власти. А там уже, как уже получится. И это, конечно, есть проблема. И роль политиков, вот она так и должна проявиться. Но делай, предлагай свою программу, предлагай свои действия и работу, чтобы всем было лучше. Тогда и все праздновать будем вместе. И за одну, и цель одна будет. Но вот, господин Красноярич, вы были у власти еще в прошлом созыве. Да. Что вы можете сказать по этой теме? Я 99%, если не 100%, соглашаюсь, да, и мне сам все говорит. Могу дополнить, когда говорят об угрозах, там разных вот это и так далее. Но это можно фантазировать все, что хотите. Почему-то в советское время мы делали против ядерной войны. Что ж вы сейчас не делаете? Когда рассуждают всякие там танки и так далее, не танки, там бронемашины закупать. Вот тут мы будем делать. К чему готовитесь? Вся проблема, наша большая опасность, расколото общество. Вот в этом расколотом обществе, да, могут создаваться группы, которые в конце концов могут дойти до столкновения и физического столкновения. Поэтому тут надо работать. Если говорят, это не тотальная оборона. Сравнивают с Финляндией или Швейцарией или Швецией. Понятно, эти отдельные страны, это не натовские страны. Им надо, да, думать, если что-то случится, как мы будем оборонять? Но мы же страна НАТО. У нас есть коллективная умная оборона. Поэтому тут какие-то путаницы, а вот главное ударение надо. Действительно, надо сплачивать общество. Вы сейчас, получается, бросаете камень в сторону правительства и нынешнего? Почему я бросаю? Я всегда был в таком мнении, я никогда не менял свое мнение. То, что надо сплачивать общество. Мы наблюдаем совершенно, как будто вы противоположны. Мы закупаем танки активно. Нет, вот это, насчет этого я готов спорить. Вот это то, что я считаю, что не очень нерационально все это вот всем левящие обороны готовят. Тут надо, чтобы контролировать безопасность в стране, контролировать, помогать полиции. Как вот было перед войной, были айсарги. Ну, сейчас замесаться могло быть. Что их главная задача была, чтобы контролировать ситуацию здесь. Чтобы не было какие-то, ну, хранилища оружия находят, боеприпасов. Внутренняя безопасность, так называют. Вот это, ну, внутреннее, чтобы это тут был порядок. И что мы не учимся, когда появляется, вот учили, смотрели, как на Украине, в Украине зеленые человечки и так далее. Ну, понятно, там можно по-разному, откуда все это появилось и как это все делалось. Но мы должны смотреть, чтобы в Латвии такого не было. Потому что такое не появится ни в Финляндии, ни в Швейцарии, где большое доверие правительству. И это может получиться в Латвии, где доверие Сайему, парламенту и правительству низкое. Вот что причина. И очень можно запросто людей подзавести, что они скажут вообще, они там воруют и так далее, все делают. Это можно людей подзавести под это. Давайте 9 мая, да. Да, мы начали говорить о политической воле. Вот до вас господин Натурлай сказал о том, что правда весь прошлый век и продолжает меняться местами. И вот мы сейчас живем как раз в тот период, когда сознательно идем на такой радикальный разрыв символическим капиталом советского наследия. И в том числе мы уже начали говорить. Сейчас все именно рассмотрения находятся одновременно две инициативы. О демонтаже памятника освободителям и за его сохранение. Причем стоит, наверное, помнить радиослушателям, пояснить, что за демонтаж последняя инициатива на Монобалл собиралась последние два года. И вот она достигла необходимых 10 тысяч подписей, была передана. И за полторы недели было собрано также все необходимое количество голосов. Контринициатива. И дело в том, что сейчас она находится в ответственности одной комиссии, которая заявила о том, что она некомпетентна решать судьбу этой инициативы и передала ее в комиссии по иностранным делам. Как с этим быть? Два. Вы говорите о сплочении общества. Два. Вот, пожалуйста, воли и заявления граждан. Два радикально разных. Что делать политикам, которые, по вашему мнению, должны быть настроены и делать все для того, чтобы общество воссоединилось и мы друг к другу уважительно. По крайней мере, не разделяло еще больше. Первый шаг – не выдвигать идеи, которые раскалывает общество. Это самое простое первое. А если говорить о памятниках, ну, памятников много. Культуры, памятники, среды окружающие, памятники, архитектуры, памятники и так далее, и так далее. Если говорить о том, что сносить в первую очередь, по-моему, в первую очередь надо сносить хрущевки и строить новые современные дома. И кто бы был против такого, что он будет жить через полтора года в новом, красивом, современном, дигитализированном доме, где тепло, светло и уютно. И зачем мне сохранять эти памятники? Ну, где найти тех политиков, которые будут бороться за то, чтобы Евросоюз поддержал и политику строительства жилья, которую сегодня Евросоюз считает это национальной проблемой. Где будет то правительство, которое займется этим вопросом. И это было правительство, которое поддержит все общество. Потому что это понимает, что это необходимо, новые мосты строить. Ведь это тоже памятники прошлой эпохи. Но их гораздо сложнее построить, чем снести один памятник. А что будет дальше? И вот и есть разница. То есть, разница в политике и разница в восприятии общества. Ведь этих политиков, они никто не ворвался с Сейм переворотом, силой. Я тут буду сидеть и все. Они избраны. Общество туда их избрало. К сожалению, это есть следствие отсутствия лидера. Отсутствие нашего общества лидера, который сплотил бы общество и сплотил бы в интересах общества. Сегодня политики держатся больше у власти как раз теми средствами, которые господин Юнкерс несколько раз засудил. Популизм. Популизм – это, в принципе, есть контрреволюция, это есть темные реакционные силы, которые приходят власти, отрицая все прошлое. Но они никогда не создавали и никогда не создадут ничего нужное, светлое, сплачивающее общество и в интересах людей. В интересах действительно любви ради людей что-нибудь делающего. Вот простая формула на самом деле. Очень широко сказали, это такая очень теоретическая, мне кажется, реплика была. Но мы должны идти в этом направлении. Но какая другая теория может заменить? Ведь теории должны идти впереди. То есть, идеи должны идти вперед, и политики должны ее реализовать. А если все наоборот, а как что-нибудь измениться? Ну, и все же, вот 9 мая, потому что мы, если бы сейчас все начнем охватывать, то ничего не охватим. 9 мая и, в частности, вопрос памятника. Вот, господин Кресленович, у многих, не секрет, там, русскоязычных жителей по этому поводу много вопросов, вот, к партии, которую вы представляете. Ну, вас лично хочется тоже спросить, в первую очередь, как вы видите, вот, не знаю, идеальное празднование этих дней, двух, одного, вопрос памятника и так далее? Сплочение общества. Да, Несе, он, молодец, он, дипломатическому, я так не умею, честно говоря. Я более, как сказать, инженерных наук и так далее, если 2 плюс 2 что-нибудь показывает такое, может быть, ну, я уже извиняюсь, даже если я что-то так более резко, или что-то скажу не так. Значит, вопрос заключается в том, я считаю, те военные, которые воевали в окопах, они могут отмечать любой день, любой день памяти, где они воевали со своими друзьями и так далее. Это любой, в одной стороне, в другой стороне воевали. Латвия так попала, что ей забирали, как говорят, брат в одной, отец в другой армии были, воевали, может, друг против друга. Отмечать где? Около памятника свободы, около памятника свободы. Я сейчас говорю, в принципе, что могут отмечать в любой день, где хотят и так далее. Но, но, я считаю, для меня вот есть ограничение, есть ограничение. Не надо символику тех властей, которые были плохие. Как вы знаем, вот диктаторы один, диктатор второй, или которые убивали там миллионами людей, погубили. Не надо эту символику. Отмечать можете, без символики. Я тоже в советской армии прослужил 29 лет, всего 42 прослужил. Но я не ношу сейчас какие-то свои отличия. Я был полковник, авиация и так далее. Но я не ношу это. Было время, да, мы служили и так далее. Некоторые, конечно, притворялись, притворялись, когда вернулись в Латвию и говорили, так, я пошел в советскую армию, потому что думал, потом я смогу свои знания латвийской армии. Но, подождите, если в 60, как я встретил, знать или что, это просто притворяться, ветер дует в ту сторону, что-то говорить. Это вот такой момент. Следующий момент. Что мне очень не нравится на 9 мая, что оскорбляют тех, которые воевали. Я знал людей, которые воевали. Мои родственники есть, которые воевали в советской армии тоже. Ну, через жену родственники. Они относились совершенно иначе. Не было этих парадов победы после Сталин, когда был. Они позже появились. Ну, через этот. Относились они очень-очень аккуратно. Когда я сейчас смотрю эти, которые ряженые, как я одного увидел, мать-героиня. Он пожилой мужчина, навешанная полная группа. Ветеран или нет? Ну, откуда я знаю? У него, наверное, все, он играет под ветерана. Ну, мать-героиня, когда увидел этот ордер, мать-героиня, я думаю, ну, что, читать не умеешь. Ну, ладно, ты закупил, что-то там навешал, ну, бог с тобой. Но вот такие вот, когда ряженых появляется, которые и в Москве, и здесь, и так далее. Это оскорбляет тех людей, которые завоевали эти медали и ордена в настоящей войне. Это вот следующий момент. Почему я вот на это смотрю, сколько из них ветеранов и сколько из них, которые просто подыгрывают, нацепляют и так далее. Сейчас насчет памятников. Насчет памятников тут действительно надо подойти довольно аккуратно, я скажу так. Потому что, понятно, мы же не возмущаемся, что памятник Ленина снесли. Я возмущаюсь то, что в России сейчас где-то открыли памятник Сталину. Мне это не нравится. Я тоже был в Сибирь сослан и так далее. Ну, что, еще Гитлеру где-нибудь поставят памятник или что. Ну, это для меня, это не нравится. И поэтому, если брать насчет памятников, с памятниками надо аккуратно, но этот памятник давно стоит и так далее, надо, все этот вопрос заключается больше в том, что надо пояснять людям, пояснять обществу, что и как было. Мы, мы, все время я учился в школе и дальнейственной, тоже в это время панфиловцы. Ну, кто не знал, 28 панфиловцев героев. А когда оказывается, что это была сказка, ну, имени из культуры России говорят, ну, ладно, это легенда, легенда, но что из них конкретно даже в немецкой армии потом служили. Ну, есть многие истории, значит, поэтому, когда рассказывать о том памятнике, что в честь чего, что там было, там вешали кого и так далее, как это было, надо разъяснять обществу, надо находить, постараться найти общий этот язык и общее понятие про, ну, и про историю тоже. Я думаю, наш президент был Андрис Берзинч еще немножко раньше, он старался даже соединить, кто воевал в одной армии, в другой, но в конце концов война кончилась, пора уже делить ничего. Ну, воевали, воевали, ну, такая была наша судьба. Ну, мы можем просто вспоминать этот день горечи, что столько людей погибло, это была страшная война. Ну, так, ну, не надо принимать какие-то резкие решения, значит, если вызывает недовольство какой-то довольно большой части людей и жителей. Надо объяснять людям. Все главное, чтобы люди, если найти общий язык, я понимаю, что это трудная задача. Есть люди как зомбированные, но ему трудно рассказать что-нибудь. Я встретил, например, в бане человек-режанин, он говорит, правда, Карли, что вот арестовывают те, кто 8 марта отмечает? Он на полном серьезе говорит. Я думаю, как ты, 40 лет, молодой человек, ты что, живешь в Риге? В Риге. Я говорю, ну, как такую ерунду? Что влияет, как влияет, что услышат, говорят, распространяют и так далее. Вот поэтому в этой области, конечно, у нас очень много работы. Надо объяснять, находить какое-то общее видение. Давайте звонок сейчас примем, наденьте, пожалуйста, наушники и выслушаем радиослушателя. Добрый день. Доброе утро. Да, пожалуйста. Ну, во-первых, поздравляю вас с Днем Победы. Победа была над нацизмом, и вчера был праздник, и сегодня у кого-то праздник. Для всех это победа над нацизмом. Но мне непонятна логика. Тех, кто собирается в памятник Победы, переименовывать в памятник оккупации и музей там сделать. Но ведь в это время, во время войны, воевали, там были латышские дивизии, корпуса, потом здесь местные партизаны латыши были. Какие же они оккупанты, если они воевали за свою родину на своей земле? Вот скажите, логика в чем? Это не популизм, это просто отсутствие логики. Спасибо. Спасибо. Ну, да, вот, попросим сейчас, скоро перерыв. Как мне все прокомментировать? Знаете, идеологией, инструментом идеологии для государства является пропаганда. Искать логику, в общем-то, это бессмысленно. Логики в ней просто не присутствует. И дело-то не в памятнике. А отношение к историческим событиям, отношение общества к тому, что произошло. И ведь правильно в песне поется, да, праздник с слезами на глазах. И у народов разных они совершенно разные. Ведь заставить людям праздновать победу советской армии, когда от репрессии тысячи и тысячи людей погибли, сосланы семьи, практически Латвии не осталось, семьи, которая не пострадала от этих репрессий. Это же не, вот, там тоже никакой логики нет. Но победа над фашизмом, это действительно есть победа над страшным таким зверем. Но он не виртуальный, он не абстрактный. Мы не просто победили фашизм. Так будем называть вещи своими именами. Мы победили фашизм, который означает стремление, желание одной нации быть выше других. Одной стороны изуркировать власть над другими. Вот над этим же мы боролись. Ну так давайте победу отмечать, что мы не хотим такого устроя ни на национальном уровне, ни на международном уровне, что кто-то имеет больше прав, чем мы или кто-то еще другой. Вот над этим победой, и над этой победой, и за эту победу надо отмечать, и надо ее лелеть. А какого числа, или какой там памятник, ну это зависит от эрудиции, от знаний, от образования. Ведь извините, мафиозники тоже, которые имеют деньги, они на кладбище такие памятники грохают, и мавзолеи строят для себя. Ну что, теперь давайте дубиной пойдем по кладбищам громить эти мавзолеи. Ну там, к чему они построены? Значит, и общество это все принимает, и даже не собирается в ту сторону идти. Значит, что-то в нашем понимании, образовании, интеллигентности, и я бы сказал даже и христианства. Ну, в Библии это записано. Страна, которая внутри раскол, не может продолжать развиваться. Ну, вспомним об этом. Небольшой перерыв, никуда не уходите, буквально через пару минут мы вернемся. Продолжается наш двухчасовой интерактив, как это часто бывает. Самые жаркие дискуссии происходят за эфиром, мы постараемся их сейчас перенести в эфир тоже. Да, у нас был звонок радиослушателя, пытаюсь просто восстановить предыдущую часть. Ну вот по поводу... Каждый год, в принципе, возникают определенные дискуссии, понятно, инициативы тоже, и законопроект. В этом году самый громкий законопроект, который сейчас рассматривается, третье очистение, предстоит запрет на ношение военной формы и в том числе стилизации. Вот то, что вы, господин Краснодарич, сказали про ряженых. Ну, как минимум вопрос, действительно ли вы считаете, что вот к вопросу о популизме, кстати, что этот законопроект, он может людей заставить не носить, грубо говоря, форму. То есть это что получается? Это репрессивный закон изначально? То есть мы просто будем наказывать или что? Он ведь... Люди как ходили, так и будут ходить, скорее всего. Причем, может быть, стоит пояснить, вы оба носили когда-то советскую форму. Сили. Да, настоящую, самую, что ни на есть. Вот как понимать такой законопроект? Насколько он эффективен, в общем, может быть? Не знаю, дай мне, если я начну. Нет, очень просто. Я считаю, что такие нюансы, там, значки, ленточки, формы, элементы формы и так далее, короткие юбки, длинные юбки, грудь раскрыта, грудь прикрыта. Это этика, это воспитание. Но я не видел ни в одной стране... Я по долгу своей работы, нынешней и предыдущей, 7 лет я проработал в Западной Европейской Ассамблее Безопасности, и сейчас уже 8 лет я в Европейском Комитете Регионов, да, и в связи с этим по миру поездил и повидал много чего. Но нет такого, чтобы люди носили, ну, иностранцы в другой стране в форме ходили бы и как-то, ну, себя там демонстрировали, показывали. Но в основном это... Но это вопрос воспитания и этики. Если воспитание и этику, и воспринятие можно, обойдя воспитание, решить административными методами, ну, это значит, что тот, кто вот такой путь идёт, ну, не совсем умный человек. Ну, так нельзя делать, нельзя... Мы же детей воспитываем тоже, но разве мы только дубиной, палкой и плетнём, что ли, своих детей воспитываем? Мы же воспитываем любовью. Между голой грудью, условно говоря, вообще там, хождением голышом. Ну, ладно, я специально... Я специально утрирую, потому что все эти вопросы... Но вы знак расспитаете здесь, ношение советской формы, какие-то аморальные там выходки, условно говоря, в обществе? Нет, я вставлю в вопрос в том, что это есть не административная мера, что носить и как носить. А нравственная. А нравственная, да. И надо думать, как воспитывать людей, как воспитывать новое поколение, в том числе, как преподавать историю, что важно, что не то. Господин Красный знает, как это делать? Но господин Красный сказал о том, что странно выглядит, когда ветеран или якобы ветеран надевает... Ну, рядом это, пожалуйста. Медаль, да, там, мать-героиня. Да, но, а если он, допустим, действительно воевал, мы не говорим, причем, о молодежи, которые тоже почему-то носят иногда там советскую форму. Да, это действительно, как мне кажется, на мой взгляд, очень странно. Но если мы говорим о ветеранах, которые приходят в советской форме и с теми же медалями, которые они действительно завоевали. Хорошо. Понимаете, тут я понимаю, что просто дали приказ и давайте так делать. Это не очень хорошо. Но обществу надо объяснять, потому что кому понравилось бы сейчас, одел бы какую-то фашистскую форму и шел. Я воевал, ну, я так вот был вынужден и так далее. Сейчас одену какие-то кресты, там в то время полученные, пойду по улице. Мне это не вызовет никакого удовлетворения и так далее. Я думаю, и полиция заберет и не разрешит. Надо понимать и ту часть общества. Я говорю, я тоже, ну, Латвию разно говорят. Ну, взяли, забрали под Советский Союз еще перед, ну, так называемой, в сороковом, перед войной, то уже началась Вторая мировая война. Ну, перед войной отечественной, как называют в России. Значит, чувствовали очень многие люди, что они оккупированы. Многих расстреляли, сослали и так далее. Поэтому внутри у народа было, что это оккупанты. И когда пришли немцы, некоторые действительно и добровольно, ну, конечно, забирали обязательно в армию и так далее. Они как бы воевали, ну, вот эти были плохие. Ну, потом вернулись в Советскую Армию, туда забрали тоже. Ну, в принципе, людей разделили, хочешь, не хочешь. Но когда в сорок пятом году, вот, восьмое мая в Европе отмечают конец Второй мировой войны в Европе. Ну, мы в Европе. Ну, мы отмечаем этот день, что вот конец Второй мировой войны в Европе. Она продолжалась на Дальнем Востоке. Но в Европе вот закончилась. Подписали акт о капитуляции 8 мая. Окей. Ну, принято, что, скажем, в России отмечают 9 мая. Ну, потому что Сталин подписал уточненный акт капитуляции 9 числа. Ну, хорошо. Ну, подписал Сталин. Ну, а нас же-то какое-то, да. Мы сейчас не Россия. Да, но вы же знаете реалии этой страны. Безусловно, безусловно, история, она переигрывается. Смена поколений произойдет, и мы тоже можем об этом затронуть. Насколько широко будет в публичном пространстве также стоять этот вопрос. Но, учитывая тех людей, которые родились в Советском Союзе, и все-таки на этой территории здесь раньше была Советская государство. Мы себя тоже знаем. Да, это, знаете, это с молоком матери. Ну, это 9 число, это с молоком матери. И сейчас... Хорошо. С молоком матери. Да, и воспитывались в стране Латвии, которой не было Советского Союза. В Советском Союзе. Это тоже надо понимать. Я родился только когда... Это тоже молоком матери. Это тоже молоком матери. Но вы же понимаете, о чем я говорю, когда я говорила... Нет, хорошо, я понимаю это дело. Ну, вот, Данис, мы в перерыве немножко говорили. Когда говорят праздновать или что, отмечаем победу в Отечественной войне. Окей, каждая страна может какие праздники хочет отмечать. Что в России отмечают 9 мая, считают так? Окей. Мы не указ. Ну, в Латвии-то что? У нас есть... Мы в Европейском Союзе. У нас есть 8 марта. Окей. Когда мы отмечаем конец Второй войны в Европе? Ну, хватит, хватит. Потому что многие, когда уже отмечают здесь, это как бы отчасти... Вот говорили, логика, не логика. Это часть для многих людей. Латвии-то аннексия, оккупация, и, как сказать, ну, считаем, слово принятое, что в оккупации это было заново оккупированы. Латвия получалась несколько раз оккупирована. Была независима. Пришли советские войска, пришли немецкие оккупировали. То есть это балтийские страны, ну, такая судьба была. Поэтому для многих, это тоже в крови матери, что воспитались, рассказывали, есть еще некоторые живые, которые перед войной жили и так далее. Они тоже, ну, мы были оккупированы. Потом мы отделились, мы стали свободны. Вот мы вступили в Европейский Союз, НАТО. Почему наши вот этих людей тоже не хотят понять, что это воспринимают, ну, как отмечают оккупацию? О чем мы должны отмечать оккупацию? Я не говорю, что это можно просто взять законом и так далее. Я говорю, что нужно плащ, извиняюсь, Лидзе, климас, медиа и так далее. Надо политикам стараться разъяснять. Надо находить общий язык и эти вопросы... Ну, вот ключевое слово «надо». У нас все, получается, упирается в запретить, наказать. Нет, ну, я не сторонник того, чтобы, значит, просто таким указом... Это сталинские времена были, да, ты там не молчи, это делай, то можно, то нельзя. Здесь мы находимся в обществе и в Европе и так далее. Здесь надо больше стараться разъяснять, чтобы люди поняли и находить общий язык. Я, как сказал, Андрис Берзинч, ну, мне очень понравилось в свое время, когда он был министр... Не, министр, президент Латвии, Андрис Берзинч тот, Андрис Берзинч. Он пытался, значит, восьмое, девятое, кто участвовал в одной, в армии, в другой, как бы находить этот общий язык. Я думаю, это было правильное направление. И очень хорошо, что такого уровня политики, ну, хоть пытаются делать. Давайте звонки принимать, еще у нас очень много звонков. Доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста. Вот есть мнение, что так много людей там собирается и сегодня соберется. По одной причине, по одной из причин, что в свое время, в девяностые начале, значит, в Латвии, те, кто взяли власть в свои руки, они взяли направление, так сказать, сегрегации и выдавливания не латышей, сегрегации. Ну, школы отделили, смешанные школы, например, ликвидировали, латыши-то узкие сделали и так далее. Вот мнение ваших гостей. Не потому ли собирается там так много людей, что это как бы знак протеста против этой политики, которая была взята тогда и сейчас продолжается? Спасибо. Спасибо. Я добавлю, я просто хотел по этой теме тоже сказать примерно то же самое. Вот один лагерь, условно говоря, говорит, что мы идем к памятнику праздновать победу над нацизмом. Победили, как известно, союзники. Это не только Советский Союз, это и Америка, и все остальные. Другой лагерь, скажем, вы говорите в данной ситуации, что мы не можем при этом отделять все, что было до, там, по актуру Молотова-Риббентропа и так далее, и что было после, тоже так называемая оккупация. Ну, так про независимость Латвии тоже можно посмотреть с таким же успехом, потому что известно, что на баррикадах стояли люди, которые сегодня, условно говоря, являются негражданами. Кто-то в независимой Латвии решил, что наступил капитализм, вложил деньги в банк, и в банк, я даже не знаю, какой пример из банка привезти, он лопнул, да, и так далее. Здесь тоже появляется вот этот раскол и нетолерантность. Нужен ли нам такой взгляд? Я думаю, что, во-первых, есть официальные государственные праздники, занесены в календаре, это принято законом, их отмечают. Есть группа людей, которые собираются отмечать им принадлежащий праздник, который они, душа их празднует, их история, их опыт жизни и так далее. Зачем им запрещать это делать? Я считаю, что каждый, если люди воевали, проявали кровь, и миллионы погибли в борьбе против фашизма, и сказать, вы не имеете права это отмечать, в тот день, который вы считаете своим праздником, я считаю это глупо. Пусть празднуют. Но не использовать это людей, к сожалению, со стороны политики, и на том строить, себя позиционировать, себя показывать, молодежь привлекать. И уже получается не праздник, или день памяти, или день отметить победу над фашизмом, а устраивается уже мероприятие абсолютно точно идеологического характера, и тем самым практически искажает историю. То есть у вас вопросы к организаторам мероприятий, в том числе Пардалга. Конечно, и это не только Пардалга. Ведь март 16-го, это что же, не государственный праздник? Не нужно торжество иметь в виду, не нужно... Он отмечается, а если мы посмотрим о публичных мероприятиях, о которых у нас написан закон, организаторы отвечают за этот праздник. Господин Красноярич? Тогда я немножко добавлю то, что Даня знает. Вот 16 марта, хороший пример. Командира национальных вооруженных сил, когда он участвовал, его уволили. 16 марта. Это консидент? Даубинч. Юрий Сдаубинч в свое время. Сколько министров уволили из национальной объединения, которые участвовали. То есть, в принципе, там никаких тоже ни флагов, никаких фашистских символов, никто не несет. Ну, кто-то может провоцировать что-то там. Ну, в принципе, отмечают. Ну, там по-разному как. То есть, видите, государство не только вот против 9-ой, наоборот, больше вот реально люди страдали, то, что они на 16 марта отмечали. Мое мнение, как я сказал предыдущее, те каравири, военнослужащие, которые воевали в окопах, не против мирных жителей, а в окопах воевали, они имеют право отмечать, когда хотят. Но не надо превращать только это с какими-то символами и так далее. Этот первый момент. Ну, 16 марта там особо, ну, это, во-первых, не так много, потом уезжают в Лестерни и так далее, там довольно количество людей. А самая большая это беда, что часто под вот эти праздники реально политики разыгрывают, ну, вот сейчас вопрос задолго, вот как будто вот в школах русских обижают и так далее, вот поэтому это в виде протеста и стараются так организовать. Народу приходит много этих людей, организовать, дать какой-то лозунг, вот вы собрались, ладно, там девятое уже как бы осталось на втором плане, а вы собрались, потому что вас обижают и так далее. Вот это не надо использовать. Поэтому надо все больше и больше объяснять людям и находить какое-то общее решение. В семье дискуссия произошла вот накануне второго чтения, когда обсуждался как раз-таки запрет на ношение формы военнослужащих как СССР, да, так и гитлеровской Германии. И один из депутатов согласия сказал, что данный законопроект, ну, грубо говоря, приравнивает советскую форму к нацистскому амундированию. Ну и режимы. Да, да, да. Соответственно. И депутаты вот на сообъединение сказали, что это нарушение этики, и в том числе завели дело, которое, правда, еще не было рассмотрено, потому что депутаты потом не явились на комиссию, но в данном случае не считаете ли вы, что так оно и есть, согласны ли вы с депутатом Пименовым в данном случае, который сказал, и в чем нарушение? Видите, вопрос, что касается режима, сталинский режим и хитлеровский режим, один и второй. В Европейском Союзе и в парламенте в том числе эти дискуссии идут как бы поднять этот вопрос, что это были режимы, которые уничтожали людей, группу людей и так далее. Если хитлеровский больше по национальности, ну не только по национальности, но и евреи, понятно, там цыгане и так далее, то сталинский режим своих же людей уничтожал, и количественно, если брать, эти были миллионы-миллионы в лагерях, которые были уничтожены, что это приравнивает. Конечно, это и в Европейском Союзе тоже говорят, этот разговор идет. Конечно, этот вопрос довольно чувствительный уже в таком мировом плане, потому что все-таки была коалиция против Хитлера и против фашизма, и сейчас начинать какие-то там внутридорожники, пересмотры. Ну, это с точки зрения этики, дипломатии, наверное, и так далее. Я не большой специалист, но мне кажется, это не совсем хорошо потом как-то объяснять людям. Но, с другой стороны, посмотрите, вот сейчас мероприятия будут в Москве. Сколько руководителей, даже очень близких России, Казахстан или что, приедут на это праздник? Ну, это уже политический и геополитический вопрос. Вот видите, как... Мы говорим о Москве и Кремле. Я понимаю. Но я к тому... А победа, она же не принадлежит, вот в данном случае, путинской России. Вот он-то и весь вопрос. И поэтому вот эти вопросы, так же, как и где-то что-то праздновать, и как праздновать, и так далее, кто признает? Я не говорю, что Европейские Союзы, это ну ладно, как бы мы в стороне находимся. Но даже внутри, которое было СНГ, эти государства, которые вместе, и то там нельзя найти такое общее на этот взгляд. Поэтому, скажем, что касается формы и так далее, посмотрите уже в скольких странах бывшего Советского Союза, в принципе, против этого. Ну, Украина сейчас последнее, что происходит, что там запрещают намного строже. Поэтому здесь этот закон, конечно, надо обсуждать. Обсуждают, пускай обсуждают. Ну, в принципе, как бы рекламировать, рекламировать униформу люди, от которой, ну, представители, вот от этих представителей, это как бы ассоциируется, они пострадали, ну, наверное, не очень хорошо. Давайте напоследок звонок еще успеем принять. Надеюсь, наушники понятны. Приняюсь. Слушаем, слушаем вас. Здравствуйте. Да, пожалуйста. С праздником 9 мая еще раз. Я хотел бы сказать, что, вы знаете, вот в этот день, может быть, не надо таких гостей звать, потому что, ну, если люди чуть не понимают, что же на самом деле это за день, который, ну, обусловлен тем, что сотни, ну, и сотни, десятки миллионов погибло на фронте, люди и во всем мире, и Сталинградскую битву знают, и понимают, с каким злом тогдашняя государство, скажем так, столкнулось, то не знаю. Да, но сейчас людям не разъяснить, потому что, ну, мы же 30 лет это слушаем, что все, что связано с русскоязычными, вот, там, с Москвой, да неважно с чем, это все будет ужасно, все будет плохо, и все надо убрать, стереть, и с нашей памяти, как говорится, полностью, ну, чтобы это не было. Поэтому все-таки я призываю людям, чтобы они интересовались, читали, сравнивали. Все это сейчас есть. Сейчас можно понять, сколько было в УЛАГе, сколько не было в УЛАГе. Тогда можно продолжать эту историю про Америку, что там творилось в 30-х годах, и в Британии, что она творилась в колониях. Но, знаете, это тот, ну, возможно, это будущий вопрос, чтобы когда-то вот эти все цифры, что действительно произошло, сколько где, сколько пострадало, было когда-то сказано, но в целом нельзя занижать эту победу, вот ничем этим. Да, мы вас поняли. Прошу прощения, у нас времени совсем не остается. Я только скажу, что я думаю, что все все понимают, просто мы пригласили именно политиков, и дискуссии эти мы устраиваем для того, чтобы вы 30 лет, и мы с вами 30 лет это слышали, и это в какую-то сторону все-таки двигалось, светлое, а не темное. Ну, у нас совсем не остается времени. Спасибо вам большое. И все-таки для тех, кто прошел тяжелые дни, годы боев, войны, раненые, нераненые, живы остались, близкие тех людей, кто остался живы, это есть праздник со слезами на глазах, и это никто не может отрицать. И давайте не вмешиваться. Тот, кто вынес эту жизнь, сохранил жизнь, и еще может видеть своих детей и внуков, пусть празднует. А кому не нравится, ну, не вмешиваемся. Ну, мы же крестьяне, потерпим. Спасибо большое. Даня Стоблась, Карлис Крайслендж, Алена Борисова и Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копейн. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания.